Более 70 славянских школьников приняли участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Живая классика». Ребята состязались в декламации отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Тему продолжат мои коллеги. Заносил финку для одного единственного решающего удара. И еще копил силу. Декламация – этот основной вид литературного выступления участники муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая классика» знают не понаслышке. Благодаря этому конкурсу, который проходит ежегодно на протяжении многих лет, молодые литературные дарования общаются между собой, обмениваются опытом, делятся своим творчеством. В этом году на участие в конкурсе было заявлено более 70 школьников 6-7 классов. По словам начальника воспитательного отдела управления образования Ларисы Шаблиевой, перед жюри стояла сложная задача. В жюри мы старались подобрать педагогов-руссоведов, педагогов учреждений доп. образования, которые связаны с литературой, с выразительным чтением, чтобы можно было правильно определить победителей. Также мы в обязательном порядке включили в состав жюри наших ребят, которые являются победителями 2013 и 2014 году. И мы очень гордимся, что наши дети занимают такие высокие призовые места на российском конкурсе. Ярким и незабываемым событием прошлого года стала победа Даниила Чернышко, ученика школы номер 43, в краевом этапе международного конкурса юных чтецов «Живая классика». И его выступление в финале конкурса, проходившего в городе Санкт-Петербурге. В этом году на конкурсе Даниил был в качестве жюри. Он, как никто, знает, каких усилий и работы над собой стоит достойное выступление. Сначала текст, правильное выговаривание слов, работа над речью, потом общение с залом. Когда у нас в кабинете театрального искусства не было детей, я пытался как-нибудь со стульями разговаривать. Выступления конкурсантов настолько удивляли своим мастерством, что у членов жюри даже слезы на глазах наворачивались. Конкурс такой замечательный, когда у ребёнка есть возможность обогатить душу, язык, прикослушившись к искусству слова и дать возможность нам, зрителям, проникнуться всем этим. И величайшее удовольствие получить от того, что есть такие вот ребята, которые к искусству слова трепетно относятся, любят нашу литературу. И год литературы – это вообще знаменательное событие в нашем районе. Конкурсные испытания не только позволяют выявить и поддержать талантливых детей, но и объединяют усилия педагогов, родителей. Для того, чтобы помочь детям поделиться друг с другом, радостью открытия собственных переживаний, созвучным литературному сюжету. Встретить героев, которые станут для детей эталоном. Найти свои маяки и ориентиры, которые они смогут пронести через всю жизнь. По итогам конкурса первое место занял Дмитрий Корниенко из школы номер 9 Станицы Петровской. На втором – Анастасия Старунова из 43-й школы. Бронза досталась Марии Ловушка из лицея номер 1. Победителю и призёрам вручены грамоты. Впереди ребят ждут краевой и всероссийские этапы конкурса. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа События.